ребятушки всем привет сегодня для вас эксклюзив щик калипса 4 вот она мы уже съездили и опробовали ее многие и знают эта камера 2 плюс сумочка чем отличается четверочка от 2 тем что ее теперь не нужно в руках все время постоянно держать там есть сумка вот она которая вешается обязательно сделаем вставки вот протестировались тест судьбы очень тяжелый реально боевой все камеры сырые богданчик тестировал ему прямо сразу лайкос за такой видос потому что было все везде дождь вода лед он спотыкался падал вот все эти камеры прошли тест все они живые живые камеры эти живые те сушили фенами все вот сделали сравнение объективные это у нас focus fish идет там плюсы свои теперь карту памяти я пришла вставил никаких вообще проблем теперь больше нет одинарная карта памяти нажимаем запись записывать пушка свои у нее плюс есть calypso 4 до calypso 4 про нее поговорим у нее свои моменты есть и для сравнения для объективности calypso 4 у нас есть еще вот такая китайская камера как хозяин ее сказал название фишкам 750 что-то такое хотя хотя я вот покажу кто-то может быть узнает называется она камера 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 про нее тоже поговорим она не совсем прям дешевая не трех копеечная она стоит 9000 рублей вот и каково они вот принципе похожи вот все три принимали участие 2 они были есть рассказать про каждую вот значит приступаем к тому что ребятушки вот а мы для вас стараемся с богданчиком вот руки у нас еще опухшие после видео силы тратим поддержите нас мы для вас а вы нас нажмите сейчас пацаненок дойдет вот он он реально заслужил лайк и не один я думаю очень много видосик выйдет он сам вытащил щуку вот он сегодня мужики многие уезжали а он еще три часа после этих мужиков стоял у него ноги сырые руки сырые он говорит пальцы у меня уже не двигаются отец будем щуку ловить и он несмотря на это все он эту камеру держал с него вода течет мы тестировали очень долго потому что я снимаю он помогал очень много вот ребятки заносите вот и приступаем к обзору значит начинаем начинаем с того что давайте наверно я скажу что калипсо четверка это обновленная камера это та же самая двойка вот только теперь ее не нужно держать в руках так как здесь у нас появился чехол сейчас я покажу появился чехол сумка которая вешается и при помощи того что у нее здесь вот четыре растяжки она у вас висит вот богданчик ее носил везде вы можете вот так вот она вас вас будет висеть будете смотреть опускаете вот по моментам вот нажимаем включить эта камера не записывает для поиска идет у нас здесь влага защиты идет то есть кнопки все прорезиненные это сразу для сравнения к тому что в чем отличие почему калипса вот про калипсу знают все вот но в данный момент она у меня была я расскажу именно как что и как и зачем так 1 1 1 1 1 1 1 2 все в тумане в тумане ну то что первые воды не боится в это раз здесь у нас прорезиненные 2 яркий экран из своего скажу первые когда я встретил первую или вторую калипсу и у нас были вот такая камера еще была камера называлась она типа там казино или что-то китайская совсем дешевые кого колумбия что-то колумбия учета все что такое 456 тысяч колумбия вообще был ни к чему там сразу вот это как бы прям чуть ли не золотая коллипса вот потом все лучше и лучше и вот она когда попала на лично ко мне в руки я использовал вот эту камеру это фишкам на это не по бюджету конечно намного дороже но нужно был сравнивать чтобы понимать с чем-то вот могу сказать что в доме в доме я не сказал бы что там супер какой-то качественная картинка яркий супер экран непонятно в доме очень трудно оценить это мы оценили только тогда когда мы ее опустили воду и посмотрели сравнили ее с другой камерой вот здесь у нас есть она очень простая два светодиода вот которые будут позволяют вам так нажимаем вот загораются два светодиода это первый режим потом дальше идет режим нажимаем по режимом сразу со светодиодами черно-белый это позволяет еще дальше видеть черно-белый экран и светодиоды видит намного дальше дальше режим просто черно-белый черно-белый режим тоже видит лучше чем цветной то есть без всего это что по моментам тут никаких наворотов ничего нет с виду она простая как я сказал первое первое включение и у меня глаз набитый на фокус фиши там конечно фантастическая картинка маркам было ясь два вида изя и калипсо да то скажите все такое абсолютно разные камеры но в доме я скажу что я немножко так скептически подумал что это такое потом мы ее опустили в доме в темноте за диван включили подсветку и уже вуаля совсем другая картинка все четко видно но кто-то скажет какая какой диван что ты там такое несешь черт подбери вот сегодня началось с того что мы опускаем на водоеме на 5 метровую глубину солнца у нас нет у нас темно вода там муты и там не видно ни в какую камеру вот и что случилось вода сегодня чистые первое то есть опускаем калипс я не понимаю в чем проблема я думаю что чуж неужели та камера калипсо видит вообще идеально но это было скорее всего из того что рыбы там не было она не мутила и вода просветлилась это первое второе опускаем вот эту вот рядышком камеру сейчас я ее включу и тут начинает становиться более ясно постараюсь наверное себя их и навести как-то я не знаю вот здесь у камера если если взять у нее есть инфракрасная подсветка да она помогает но ребята у китайской камеры не оптимизированные мозги почему потому что когда она включает инфракрасную подсветку она не переходит черный белый цвет тем самым она теряет половина своего потенциала то есть когда любая нормальная камера переключает переходит на инфракрасный режим она становится черно-белый в черном-белом свете оптика становится более света сильная и она видит дальше тут же тут же как мне хозяин сказал единственный вариант можно убрать яркость цвет вручную но зачем это делать если это должно как бы в софте быть это чтобы понимать в чем разница да вот это стоит столько это стоит столько вот это первое калипсу удивил мы ее опустили на 5 метров вода чистая потом проверили то 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 тоже видит все замечательно чисто эту опускаем она тоже видит и вот в чем же тогда проблема в чем же вопрос можно купить за 9000 вот это вот вообще не зачем переплачивать хотя человек потом сказал хотя он купить калипсу но их не было вот в чем проблема проблема в том что когда мы опускаем вот эту китайскую камеру и когда в она опускается первое в чем сталкиваемся экраны бликуют я постараюсь сделать ставку так как был дождик и мы пытались с обоих камеры сделать будет это понятно или не будет этот экран первый он засвечивается сам его трудно его вот либо угол выбираешь либо приходится смотреть там близко вот так вправо влево у калипсой проблем нет кабель калипса видит сразу изначально калипса то есть ну нет ни бликов нет ничего у китайской камеры проблема вторая 2 когда она опускается у нее фокус пропадает и в толще воды вы рыбу не увидите и если вы хотите увидеть вам придется остановить камеру подержать она сфокусируется и вы увидите в коллипсе скорее всего фокусное расстояние она идет какое-то одно и она не меняется вы опускаете она всегда видит на любой глубине также не буду говорить что вот фокус фиш вот пушечная камера но когда мы опускаем и в толще воды если не остановить она тоже не суперский видит то есть нужно обязательно ее остановить она сфокусируется вот а калипсой можно опускать и в слоях воды видеть рыбу это ее плюс плюс потому что у нее угол обзора шире чем у нее 120 но это 120 заявлено я просто говорю из практики что у нее у калипса шире угол обзора чем вот вот этой китайской и чем у фокус фиша но вот как бы по ощущениям у меня складывается и когда я пускал я видел что в своих воды есть там такая-то рыба такая-то 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 вот это два плюса калипса то есть во время поиска мы будем ходить во-первых она висит у нас не мешается она легкая как многие как марат говорил она у него вылетала эта камера вас не вылетит никуда не упадет мерзут она будет меньше в чехле но вот аккумулятор у нее помощнее чем здесь вот потому что в чем и чтобы в чем разница зачем платить типа сказать больше вот сделано если сравнить вот здесь вот можно посмотреть как топорно все у нас сделано заглушки провода все 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 в калипсе у нас все спрятано все внутри сейчас я ее достану калипсу сейчас мы ее будем извлекать так вот мы калипсу извлекаем смотрите что обзор вживую вот только с пылу жару умеющий лицо опухшие все сырое вот здесь все герметично под штатив можно ставить перед собой поставили штатив накрутили плюс дальше здесь у нас гнездо гнездо зарядки идет вот тут вот а вы вход и так понимаю а вы вот и кнопка перезагрузки все герметично закрывается то что плюс вот здесь подключается камера с нижней нижней точкой свода у нас течь будет она просто будет стекать вниз тут же вода попадает первое первое то что не защищенный экран чтобы просто понимать в чем разница вода попадает штекер вода попадает туда они конечно же постарались резиночку здесь сделали вот так же можно типа крепить вот здесь чтобы в живую все это был камер практически похоже может быть даже одинаковые конструкции вот с виду они прям вот практически идентичны у калипс она чуть больше скоба практически так она вот один в один немного они отличаются естественно они отличаются здесь подсветка у китайской инфракрасный идет и там сколько-то много диодов здесь идет два диода вот здесь все залито герметично и камерка идет серединке маленькая здесь принципе то же самое то есть по камерам они практически одинаковы под кабель я не могу сказать что там кто-то лучше или хуже только практика покажется какие какая сломается такая вот вот значит отличие у калипс и мы увидели то что в боевых условиях живую она в слоях при поиске рыбы видит намного лучше чем 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 вот эта камера и чем вот это то есть если быстро бегаем мы то она видит мы можем в пол воды найти рыбу вот и этой мы можем найти но здесь нужно будет останавливать у калипсом опускаем и она вот сверху до низу вас видит сейчас по режимам у нее режимов не так много но я расскажу первый режим у нас это нажимаем это у нас обычный цветной режим а как я уже говорил вы видите желтый цвет как будто неестественные в домашних условиях смотрится не очень привлекательно когда как я уже и сказал но в боевых условиях когда опускаем воду есть у нас не слишком большая глубина чистый выдаем и света достаточно то она в принципе видит без подсветки без всего достаточно хорошо она нормально видит вот если не хватает мы уже включаем подсветочку вас не хватает вот мы включили подсветку а два светодиода лупит так что ай-яй режим убавить я так понимаю что наверное здесь нет а вот свет есть в таком виде дальше следующий момент это подсветка идет светодиодной и черно-белый экран черно-белый экран значит камера будет более светочувствительная она будет дальше видеть вот и плюс еще свет это когда совсем темно совсем большая глубина вот далее и двигаемся еще черно-белый экран это тогда когда у нас на улице пасмурно небольшая глубина чистая вода и нам недостаточно в цветном режиме в обычном без подсветки а идут значит рябь идет плохо видно и уже если смотреть вот так например черно-белый она смотрит лучше светочувствительность выше становится это тоже как момент и у нас вот обычная обычно 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 режимы перешли также постараюсь и сделать ставки с рыбалки с богданчиком как мы все это вот тестировали вот из моментов сразу скажу что я когда настраивал думаю для чего ставить время здесь время дату время но когда кого камера записывает если фокус пишет это хорошо чтобы понимать когда мы что-то ездили но на рыбалке мало кто будет собой чистый телефон у нас убирается в теплый карман внутри а тут очень удобно камера постоянно под руками нажали посмотрели время так это из мелочи просто из практики говорю как есть вот но она настолько простая что вот богданчик разобрался с ним просто за там считанные минуты и я даже уже в принципе ему не помогал он сам ходил и выпускал сам настраивал сам включал переключал режимы вот по камере вот сказал как есть есть моменты того что конечно бы хотелось чтобы записывал но у них есть модель 3 который записывает эта модель вся та же самая все что что здесь нужно только здесь нету записи вот что значит по камере вот вот это 9000 рублей а это плюс ее то что это ее цена то что ее можно купить она более доступна чем calypso вот следующий момент это наверное самый большой плюс ее момент экран если с коллектив сравнить он меньше идет экран идет светосил он если вот так вот вы даже вот так вот увидите он бликует он отражается он не яркий вот то есть разрешение экрана меньше засветки вот все мы уже его не вижу я его так не вижу нужно приходится вот-вот ну вот как-то так и зачаться и по камере если не торопиться медленно опускаем фокусируется то все хорошо у calypso что как угодно опускается она всегда во всех клубинах видит одинаково но в том смысле что по фокусу я про фокусом здесь фокус она фокусирует фокус фиш тоже фокусирует вот уставший очень сильно ребята видео еще будет это живое камеру нужно вот эту отвести поэтому ускоряемся вот закрываем поэты все уже было сказано чехольчик вроде бы все просто но придумано сделано настолько грамотно богданчик вешает ходит все удобно не на нее не отвлекаешься можно спиннингом там на блесну на все что угодно и смотреть как у вас там реагирует рыба тоже как момент все будем сушить также дальнейшие тесты будут идти вот просто в данный момент данный момент на российском рынке мало есть что выбирать aqua view это американские камеры которые вы так понимать санкционный товар гарантии нет вот значит у нас практика больше не выпускает moreno связи с тем что много брака тоже момент calypso у них есть гарантийные сервисы в россии все у нас сделается здесь по вот этим камерам они приобретаются вероятнее всего с алиэкспресса я так предполагаю и гарантии ее нет никакой продавец удаст настолько минимальную там месяц или два или там вообще там неделю вот если подсчет и там что-то запотеет все это вы ее забираете за десятку и покупаете следующую из практика у меня много знакомых которых начинается таких камер что с чем они сталкиваются ну течет камера потеть начинает вот там внутри в дешевых китайских начинает потеть внутри и камера мутная если смотреть там ничего не видно вот этот момент здесь нет здесь все нормально я просто просто говорю сейчас выключу я говорю из моментов вот я не скажу что это плохая камера это за свои деньги она замечательная отличная я просто делю своим опытом рассказываю в чем разница там стоит стационаром мощные офигительная камера первые к ней вопросов нет она ну стоит да мышь есть чем сравнивать калипсо поисковая мы ей будем богданчик будет бегать искать рыбу окуня ловить вот то что записывать мы будем на эту здесь этой будем мы искать но эту марата для сравнения если у него также было еще там колумбия что как называется которого он уронил то вообще ничего не видит просто сразу говорит что она вообще ничего не видит она не стоит ничего и бессмысленно мы смотришь у нее смотришь в эту в ту камеру не видишь ничего хотят а стоил тысяч семь это 9 это стоит 14 то стоит больше 20 тысяч рублей также использую маркам который больше ста тысяч стоит чтобы понимать что в чем я могу сравнить могу с езем а я с 52 актив я с 52 которая идет в таком и множество множество предыдущие коллипсы вот поэтому ребята если какие-то вопросы есть по вот этим пишите вот обязательно отвечу вам всем всего доброго